Дорогие друзья, привет! Меня зовут Алексей Гервыш. Я разработчик приложения SkyGuru, профессиональный пилот и психолог, специалист по лечению аэрофобии, руководитель Центра летаем без страха. В этом видеоролике я хочу вам коротко рассказать о цели создания SkyGuru, о том, как его необходимо использовать, для того, чтобы вы могли получить максимум от этого продукта, в который были вложены огромные деньги, силы, средства, и чтобы у вас не было разочарования этого использования, и вы могли получить максимум эффект от него. Итак, в принципе, что такое SkyGuru? Давайте начнем с того, что SkyGuru – это не табло авиарейсов, поэтому не стоит совершенно смотреть, когда прилетит или улетит тот рейс. SkyGuru – это не Flightradar 24 и не собирается им стать никогда. SkyGuru имеет абсолютно другую идею. SkyGuru – лететь со SkyGuru – это то же самое, что лететь рядом со мной, профессиональным пилотом, который бы объяснял вам все, что происходит в полете здесь и сейчас. Это была моя задача. Я понимаю, что огромное количество людей летает с дискомфортом, с тревогой, со страхом, и часть этого дискомфорта происходит из-за непонимания происходящих процессов. Я задался целью научить iPhone объяснять людям то же самое, что объяснял бы я, сидя рядом. Собственно говоря, вот она идея SkyGuru. Поэтому, что вы делаете для того, чтобы достичь максимальной пользы от этого приложения? Значит, прежде всего, рейс, который вы собираетесь лететь, вводится максимум за сутки, то есть не далее, чем за сутки от вылета. Люди вводят рейс на следующей неделе и удивляются, что приложение не работает. Друзья мои, рейс вводится тот, на котором вы собираетесь лететь, максимум завтра. После того, как вы ввели рейс, в ближайшие часы приложение будет практически бесполезным. По сути, приложение начинает быть полезным и давать какие-то интересные советы и информацию примерно за час до предполагаемого времени вылета. Приложение сделано таким образом, что оно должно работать исключительно на борту. Вы не можете посмотреть за каким-то рейсом, который где-то там летит, и сравнить, правильно ли оно показывает или неправильно. Это работать не будет. Приложение сделано исключительно для использования людьми во время полета, когда сам человек, сам пользователь находится непосредственно в самолете. Итак, что мы с вами сделали? Для того, чтобы начать пользоваться приложением, мы открываем приложение и вводим тот рейс, который мы с вами собираемся совершить. Не важно, будь это через час, через два, через пять, через десять. Важно, чтобы этот рейс был максимум за сутки. И важно, чтобы вы вводили рейс тогда, когда ваш телефон подключен к сети интернет. Значит, после того, как мы вводим данные рейсы, вы увидите, что вот здесь на рабочем экране у нас появляется информация. Аэропорт вылета, аэропорт прибытия, время вылета, время прибытия. Причем это не время по билету, это время с учетом ветров и прочих историй. И вот здесь вот вы начинаете получать от SkyGuru сообщения. Эти сообщения служат для того, чтобы объяснить вам, что и почему происходит в полете. Видите, можно листать эти сообщения. Например, начинается все с погодного брифинга, где вам рассказывает, какая сегодня погода в аэропорту вылета, как она повлияет на ваши ощущения, будет трясти, не будет трясти, боковой ветер, не боковой ветер. Велик шанс на задержку, мал шанс на задержку, еще много всего. На каком-то этапе приложение спрашивает, вы в самолете, вы должны подтвердить приложение, в самолете вы или нет. Приложение просит расположить телефон горизонтально, что мы, собственно говоря, делаем, и нажимаем на кнопочку калибровать. После того, как мы откалибровали телефон, с этого момента приложение будет отслеживать положение телефона относительно того значения, в котором вы его откалибровали. Еще раз покажу процесс калибровки. Приложение просит калибровать. Вы располагаете телефон ровно на подлокотнике, либо на столике перед собой. Нажимаете на кнопочку калибровать. И с этого момента приложение будет следить за положением телефона. Поэтому постарайтесь его не двигать. Дальше вы получите определенное количество информационных сообщений, чего ожидать на вылете, чего не ожидать на вылете, какие маневры будут, какие маневры не будут. Несколько вещей, которые я на основании 8-летнего опыта работы с аэрофобией знаю, что людям абсолютно необходимо знать, абсолютно необходимо напомнить перед вылетом тем, кто испытывает какой-либо дискомфорт во время полета. И, собственно говоря, дальше телефон начинает распознавать самостоятельно, не надо ему помогать, не надо ни на что нажимать. Телефон самостоятельно начинает распознавать, что, когда и почему происходит. Единственное, мы просим включать авиарежим тогда, когда самолет приступил к рулению. Не ранее и не оставлять авиарежим выключенным после того, как самолет приступил к рулению. Вы получите сообщение, которое попросит вас, пожалуйста, включите авиарежим. Приложение будет работать в авиарежиме, не имея никаких источников информации. Полтора года мы делали эту сложнейшую разработку. Есть очень много алгоритмов. В общем, в целом могу сказать так. До полета мы закачали кучу всяких данных. Мы построили математическую модель предстоящего полета. Наиболее вероятную, естественно, ничего в жизни не абсолютное, но наиболее вероятную модель предстоящего полета, точки, которые мы будем проходить, время, через которое мы будем их проходить. Наложили на эту модель карту зон турбулентности, карту погодных условий, которых мы приобретаем, профессиональных ресурсов. И на выходе мы практически точно знаем, что и когда будет происходить. Дальше датчики нашего смартфона, гироскоп, акселерометр, датчик давления, датчик звука, датчик освещения и так далее, подтверждают для приложения, что да, та или иная ситуация сейчас действительно происходит. Да, он может распознать этап с ошибкой. Например, между буксировкой и рулением разница очень небольшая. Это зависит от того, там, но сначала опускается на полградус, а сначала поднимается на полградус. Ему очень легко ошибиться, особенно если нет GPX. В таком случае мы можем помочь приложению приключить этап ночной, например, на начало руления. Смотрите, мы начинаем разгон и приложение автоматически распознало, что начинается разгон. И предупреждение о том, что в скором времени после взлета нас ждет внутри турбулентности. В связи с ходом в аплакат. Вот мы взлетаем. И приложение, соответственно, автоматически распознало взлет. И так далее. Так что оно все делает самостоятельно. Просто иногда ему нужно помочь, если особенно на рулении или буксировке оно ошибается. Но не спешите набирать вручную этапу. Если приложение считает, что ситуация происходит, оно выдает вам сообщение, которое объясняет, что, почему происходит, что вы при этом чувствуете и так далее. Друзья мои, задача это предложить приложение сделать ваши полеты лучше. Мы действительно вложили в него очень много. Я очень прошу, пользуйтесь с удовольствием. Летайте. Не пишите нам всякие отзывы. Если у кого-то что-то не получилось, пожалуйста, напишите нам их не в App Store, а напишите нам их на сайте через поддержку. Мы обязательно объясним, поможем, расскажем. Проще всего, конечно, критиковать, сказать, что это фигня и не работает. Хотя на самом деле человек просто ввел рейс, который через неделю. Но это понижает шансы нашего приложения на то, что оно будет успешным, на то, что оно будет помогать тысячам людей, и на то, что оно будет в конце концов развиваться. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам пользой. С просьбой пользуйтесь, наслаждайтесь. Пишите нам, если что-то не получается. Если есть какие-то вопросы, мы всегда здесь, мы всегда поможем. Ну и в заключение хочу сказать, что действительно это уникальное приложение, не имеющее аналогов в мире. И я уверен, что ваши перелеты будут гораздо спокойнее, используя SkyBer. Спасибо за внимание. Алексей Гербышев с вами.